Всем привет! Сегодняшний обзор будет такой общий про те средства, которые я заказала, преследуя единственную цель. Это внедрять технологии по уходу за кожей, рекомендованные Чизу Сайки. Это японский косметолог, она выпустила свою книгу, которая стала просто хитом, бомбой, которая взорвала весь интернет. Можете вбить, узнать, Чизу Сайки, японская революция по уходу за кожей, называется книга. И в ней приводятся простые классные советы по уходу за всеми типами кожи. Если у вас проблемная кожа, если у вас сухая кожа, если у вас кожа уже в морщинах. Особенно классные примеры для тех, у кого прыщи, у кого пористая кожа, то есть расширенные поры, жирная и так далее. В ней приводятся классные базовые советы с использованием простых средств. Это сыворотки для кожи, это крема, дальше лосьон маски, которые, самодельные лосьон маски, которые она рекомендует делать, скраба очищающего. И там есть простые советы, это использование льда для кожи, особенно хорошо для кожи с расширенными порами. И водный массаж. Вот, но прочитайте, это я вкратце рассказала так. И по ее рекомендациям я приобрела средства, которые мне необходимы. Прежде всего, я рассказывала, что я использую, она рекомендует сыворотки. Для дня сыворотка с витамином С, для ночи сыворотка с витамином А. И эти сыворотки я использую от компании Мэтт Хиппи. Я их прям заказываю сразу по несколько штук, потому что сыворотка с витамином С, она у меня просто как вода уходит. И она достаточно жидкая, но очень классная, очень классный эффект. И сыворотка с витамином А, более густая, тоже очень классная. Вот, их я использую, иногда меняю на другие средства, чтобы сравнивать. Для использования лосьон-масок, которые рекомендует данный автор, я на Хёрбе нашла вот такие вот салфеточки. Они корейские, хлопковые, пьюнкэнк юг какой-то. Они не растягиваются, к сожалению, и уже такие разрезанные. Вот, беру 6 салфеток, смачиваю их в воде. Желательно смачивать как минимум фильтрованной воде, а так можно использовать дистиллированную воду или просто покупную бутилированную воду. В общем, вот такие вот салфеточки идут в дело. И в качестве базы для лосьон-маски идет вот такой вот густой тонер. Он достаточно густой, тоже корейский, то есть не такой жидкий, не как вода, не как обычные тоники для лица. Вот, очень питательные, хорошие. Тут у меня основа крема была. Вот, и мне очень-очень нравится. Состав тоже хороший. Вот. Ну и теперь про те средства, которые я заказала. Здесь у меня крема от компании, я не знаю, как она читается точно, Керави, Серави, дневная и ночная. Ночная имеет более мягкую текстуру, дневная с SPF 30, естественно, она немножко погуще. При распределении на лицо в небольших количествах, она практически не оставляет белесый оттенок. Очень классные упаковки. Так закрыто, так открыто. Надавливаем. Необходимое количество крема и используем. Вот. Не оставляет жирных следов. И мне это очень-очень нравится. Составы неплохие. Крем использую как конечный этап после очищения, умывания, очищения, нанесения серума. И дальше крем для запечатывания эффекта. Вот пользуюсь я уже этими средствами дня 4-5 и мне пока очень нравится ежедневно. Дневным я не пользуюсь ежедневно, только в том случае, если я знаю, что буду проводить на солнце, на улице от получаса. Вот. А так просто ограничиваюсь обычным кремом от компании Mad Hippie и все. То есть он тоже не такой жирный, если использовать в небольших количествах. Дальше Chizu Saiki рекомендует использовать крема для шеи, которая не просто крема, который там можно использовать для рук, для лица, а конкретно найти средства с гиалуроновой кислотой можно, то есть он там рекомендует. И которые были бы предназначены конкретно для кожи декольте, кожи шеи и так далее. Вот я на Hippie не такой большой выбор и я нашла данную фирму Cosmetic Skin Care для шеи, подтягивающий крем, который омолаживает и так далее. Состав в целом неплохой, он такой густой, прям его нужно хорошо распределять и в целом мне нравится. Единственное, мне нравится подача, то есть приходится все лезть сюда руками и намазывать. Крем воздушный, густой и тем не менее воздушный. Вот, что здесь у него в составе, давайте приблизительно посмотрим. Это очищенная вода, семена сафлорового масла, ой, масло семян сафлора. Из-за интересных ингредиентов, что здесь. Фруктовые какие-то экстракты очень много. Кстати, гиалуронной кислоты здесь как раз-таки не содержится, но по отзывам я посмотрела, что прям люди в восторге и им нравится этот крем. Для шеи якобы есть эффект. Вот, от этой же компании Life Extension, и это тоже Life Extension, я заказала еще вот такой вот серум для кожи вокруг глаз, под глазами. Нужно наносить буквально одну капелюшечку. Вот, очень удобная пипетка. И распределять. Пользуюсь около 4-5 дней ежедневно и прям вау, эффекта я пока не заметила. Но вот эта вот маленькая такая бутылочка стоит около 50 долларов, если я не ошибаюсь. Достаточно дорого я заказала с той целью, чтобы просто попробовать, посмотреть какой эффект будет. Если эффект будет, то он будет заметен. Вот, но пока ничего такого не вижу. Следующее средство это Lux Serum. К примеру, он не содержит витамина С, хотя вот Чизу Сайки рекомендуют использовать для дня именно сыворотки с витамином С. Вот, они омолаживают кожу и как бы вхождение в витамина С обязательно. Здесь витамина С нет, но очень много других классных ингредиентов. Кожа не жирнит, несмотря на то, что здесь есть всякие масла. Так, секунду. Хотя нет, вру, масел здесь нет, но вот как будто по консистенции немножко такая она жирная. Необходимо использовать всего лишь вот такой один памп. В этом одном пампе достаточно много средства. Пахнет немножко как-то, но не цветочками. Вот, и при нанесении на лицо кожа не блестит, не жирнится. Неплохо, но все-таки серым с витамином А как будто бы лучше. Но я еще, естественно, им пользуюсь недолго, дня 3-4 максимум. И пока еще эффекта я не заметила. По ошибке заказала вот такую маску. Я думала, это не смываемая маска. Посмотрела, что Акюр, посмотрела, что осветляющая маска. Тоже в книге Чизо Сайки рекомендуют изредка использовать осветляющие маски. Например, если у вас уже чуть-чуть возрастная кожа, даже если не чуть-чуть, а вполне возрастная кожа. И если у вас появляются коричневые точки, то как раз-таки не для борьбы, а для того, чтобы их немножко скрывать, чтобы они осветлялись, она рекомендует использовать маски. Маски на ночь с осветляющим эффектом. Вот. И я заказала вот такую вот от компании Акюр. Но эта маска, она смываемая. Нужно хорошо нанести на лицо. До тех пор, пока вы не будете выглядеть как зеленый морской монстр. У них классное описание. Оставить на 10-15 минут и хорошенько все это смыть. Я еще не пробовала с этой маской, пока нет времени возиться. У меня есть несмываемая маска от компании Pacifica. Она классная, питает отлично просто. На ночь я ее наношу, не смываю. С утра прям кожа такая, она прям как будто бы наполненная. Изнутри как будто бы ее так хорошенечко подкачали, напитали. Мне очень нравится. Давайте посмотрим. Я попробую и в дальнейшем, когда будете смотреть это видео, к моменту ее заливки. Сегодня у нас 17 апреля. И я уверена, что я уже воспользуюсь данной маской и смогу рассказать, понравился она мне или нет. Вот. Но от компании Акюр мне нравится практически все, потому что компания классная и ингредиенты у них тоже очень классные. Ну, пахнет интересно, приятно. Здесь всего лишь 50 миллилитров. Вот. Вот такого цвета хаки. Никаких частичек нет. Просто вот такого неприятного цвета. Вот такие вот дела. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Возможно, не все хорошо здесь разобрала, но это вот то, что я заказала, преследуя конкретно свои цели. Поэтому обзор оказался таким, такой солянкой. Вот. Оставляйте свои комментарии. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных видео. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok